Очень удовольствием. Да потом еще поплотнее играть. Еще неделю назад на этой площадке на центральном пляже за золото боролись девушки. Теперь пришло время выйти на спортивную арену гонболистам-юношам. 11 команд со всей страны. В этом сезоне в чемпионате России принимают участие и новички сборной Московской и Астраханской областей. Накал борьбы очень хороший и поверьте мне, что будет решаться в последнем четвертом туре, который пройдет в Станице Павловской и Краснодарском крае. Спасибо большое, что администрации города Анапа, что принимают и размещают команды и судейский корпус. Хочется пожелать и дальнейшего процветания городу Анапа. Играют гонболисты по круговой системе. В день каждая команда проводит по несколько матчей. Победитель одного тура получает два очка. Лидеры определяются по количеству заработанных баллов. Игра прошла довольно-таки отлично. У нас было сегодня две игры. Одну мы выиграли и вторую мы выиграли. Первая была чуть-чуть полегче. Вторая уже чувствовалась напор и напряжение в сопернике. Организация намного лучше, чем в любом другом городе, потому что тут пляжный песок, а не строительный. И тут намного легче, мягче играть и поприятнее. То есть организация на высшем уровне здесь. Соревнования, состоявшиеся на нашем курорте, первый тур чемпионата России по пляжному гонболу. Следующие этапы пройдут в других городах, но, по словам спортсменов, они обязательно вернутся в Анапу, чтобы принять участие в очередных турнирах. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.